The Adventure Company Что в ней такого уж необычного? Набивший оскомину движок, позволяющий нам перемещаться между красивыми, но абсолютно мертвыми панорамами. Куча зубодробительных пазлов и примитивный сюжет, связующий все это воедино. Аннет, многие отнеслись к игре тепло, хвалили. Сегодня мы поговорим о второй части Аура, The Sacred Rings, которая начинается там, где закончилась первая. Ученик Уманг из клана Хранителей приходит в себя в странном помещении. У парня при себе волшебные кольца, которые и были его целью в первой главе. Главная задача, впрочем, все еще не разрешена. Злодей-дурат хочет завладеть кольцами и двумя частями могучего тетрахедрона, артефакта, дарующего владельцу неземные силы. Нам предстоит провести Уманга по нескольким мирам, помешать злодею и восстановить справедливость на вверенной нам территории. Сюжет, как и в первой части, здесь нужен для того, чтобы было не так скучно искать и решать головоломки. Вместо диалогов и проработанных характеров персонажей, поражающие своей убогостью видео-вставки. Шаблонные герои пафосно произносят шаблонные монологи, пафосно кривляются, а главный злодей периодически заходится ужасающим хохотом. Все, что нам остается, это бродить по достаточно красивым, но пустынным и мертвым мирам в поисках развлечений. Развлечение, впрочем, одно – головоломки. Тренажеры для мозгов здесь имеются совершенно разные – геометрические, математические, на комбинирование цветов и множество других. Огромную помощь в разгадывании загадок оказывает журнал, в который заносятся все подсказки и намеки на разгадку пазлов. Наконец-то можно отложить в сторону блокнота ручку и погрузиться в игру. The Sacred Rings – игра на очень большого любителя. Не каждый фанат квестов и адвенчур отважится на многочасовые мучения с головоломками ради плохеньких роликов, раскрывающих избитый и скучный сюжет. Подобные игры хороши ровно в одном случае, когда загадки удивительно логичны и аккуратно и органично вплетены в общую канву. Здесь же, увы, этого нет и в помине. На другой чаше весов – локации. Конечно, они куда мертвее, чем того хотелось бы, зато отменно нарисованы и изрядно детализированы. По местным мирам приятно просто гулять, невзирая даже на дискретность передвижения.